Юбилейный год для командного и личного состава 115-го зенитного ракетного полка стал толчком для достижения еще более значимых результатов на службе Родины. С начала текущего года был дан серьезный старт в совершенствовании профессиональной подготовки. Уже состоялись два тактических учения с дивизионами, на которых выполнялись боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок. Результаты очень высоки. Также вооруженные силы подверглись серьезной проверке со стороны главы государства, в ходе которой все подопечные командира 115-го зенитного ракетного полка Олега Коновалова на отлично выполнили все поставленные боевые задачи. На сегодняшний день я доволен результатами, которые показывают наш личный состав, наши подразделения. И если в таком же духе мы будем продолжать, а я уверен, что мы будем продолжать в том же духе, то результаты и на учениях, которые с нами предстоят больших, и на проверке будут хорошие, отличные. Предстоящие планы не менее значимы. На протяжении многих лет 115-й зенитный ракетный полк выполняет отработку боевых задач на полигонах Российской Федерации. Этот год не стал исключением. В прошлом году мы получили новую технику, и в этом году эта техника поедет на полигон, будет испытываться расчеты, которые ждали долго эту технику, должны будут показать свое мастерство, они готовятся к этому делу. Плюс мы будем участвовать в стратегическом оперативном совместном учении, которое тоже будет проходить и на территории Российской Федерации. Итогом этого года нас ждет очень серьезная большая проверка, комплексная проверка вооруженных сил, в которой будем мы принимать участие, где будут проверены все составляющие нашей жизнедеятельности, начиная от нашей боевой подготовки, повседневной деятельности, быта, всех вопросов. Конечно, поставленные задачи еще предстоит реализовать. Но, как говорят в народе, делу время, а потехе час. Приятно осознавать, что и отдых у личного состава уделяется со стороны командования немало внимания. В 2019 году впервые за многие годы торжественное мероприятие в честь празднования Дня войск противовоздушной обороны проводится совместно с зенитно-ракетными и радиотехническими войсками. Радиотехнические войска, входящие в состав войск противовоздушной обороны, постоянно выполняют задачи боевого дежурства. Это обусловлено необходимостью в любое время дня и ночи своевременно выдать нарушителя государственной границы в воздушном пространстве. Такая специфика выработала достаточно жесткие требования к военнослужащим нашей воинской части. Это высококвалифицированные, физически подготовленные и верные воинскому долгу военнослужащие. Пользуясь случаем в канун нашего профессионального праздника, я хочу поздравить военнослужащих 115-го зенитно-ракетного полка и пожелать всем военнослужащим Брестского гарнизона крепкого здоровья, успеха в ратном труде и мирного неба над головой. Концертная программа, представленная Оркестром Брестской военной комендатуры, порадовала всех собравшихся талантливым исполнением артистов и возможностью отдохнуть от ратных трудов, почувствовать гордость за достойное выполнение воинского долга. Мне выпала такая честь защищать мирное небо своего родного города. Я считаю, что это мне сильно помогло мне как становление человека, как гражданина какого-то, как мужчины, возможно. Поэтому я благодарен армии.